Суперкомпьютинг 91, где в наше отсутствие обсуждали Эльбрус-3. Целое заседание было посвящено Эльбрусу-3. И там как раз высказывалось мнение, что Запад бросил эту идею, а вот в России ее продолжают. И потом произошло чудо, что ли, через 2-3 года. Вновь эта идея стала совершенно актуальной. И сейчас она сверхактуальна. А мы имеем опыт, мы ее не бросили, мы ее разрабатывали, мы ее развили. И сейчас, в общем, как раз тот период, когда две крупнейшие американские фирмы, Хьюллетт Паккарт и Интел, очень известные, объявили, что следующее поколение их машин будет основываться на этой идее. То есть это уже произошло значительно позже, чем мы уже имеем за плечами сделанный Эльбрус-3, который, к сожалению, не финансируется, и страна не может его закончить. Но, тем не менее, вот это такая прозорливость нашего коллектива, вот, конечно, выше всяких похвал, с моей точки зрения, конечно, это очень важно. Поддержка американцев для этого проекта позволила сохранить вам определенные качества рабочих мест? То есть тут безусловно, смотрите, я скажу взаимные выгоды этого контракта. Ну, для американцев, для этой фирмы, это, конечно, просто невероятно хорошо, потому что внутри фирмы в этой области не было работ, и просто она получила готовый, ну, не готовый, много нужно было сделать, и мы уже два с половиной года работаем, и еще, я думаю, несколько лет мы будем работать, прежде чем выйдет продукт на рынок. Вот, теперь с нашей точки зрения, с нашей точки зрения, тут много всяких преимуществ от этого контракта. Ну, во-первых, мы сохранили коллектив, безусловно. То есть мы не только сохранили наш коллектив, мы сохранили в стране, ну, некий зародыш, на базе которого возродится вычислительная техника. То есть мы являемся специалистами, это первое. Дальше. Мы, безусловно, ну, так, можно сказать, что ли, прославили российскую науку, потому что это же тоже очень важно, это очень престижно. Ну, американцы с большим уважением к нам относятся, ну, вот, с удовольствием ездят. Один тот факт, что они активно сейчас изучают русский язык, работают с нами. Вот, то есть, это второе. Ну, мы сохранили наши кадры от утечки на Запад. Вот у нас в этом проекте работает, ну, вместе со всеми проектами работает 150 человек, самых высокополевционных людей, многие из них вынуждены были бы, кто-то там сменил работу, кто-то бы уехал и стал. Это все сотрудники института, или вы собирали... Нет, это все сотрудники, это все коллектив Эльбруса. Не только сотрудники института, это все один коллектив Эльбруса, которые много лет вместе работали. А может быть, чисто по-человечески для этих людей было и лучше уехать назад? Там им больше выплатили, даже уже стоили... Не думаю. Здесь мы получаем довольно хорошую зарплату, вполне сравнимую с Западом. И, кроме того, люди осуществляют свою любимую идею, я не знаю, что может быть быть. В общем, на Западе они вынуждены были бы работать, может быть, по специальности, но в каких-то маленьких фильмах, разбросано это... Вот там-то они действительно были бы придавлены. А здесь мы самостоятельно, у нас свой голос. Мы своя команда. А вот компьютерные разработки всегда применялись в военном области. Вот это открытие не позволит американцам на базе наших высоких технологий развить свои какие-то военные тайны. Ну, мы же сейчас друзья, мы же сейчас не противники. Не, а вы знаете что, это шутка, но... В смысле, вы знаете что, это же ведь вычислительная техника. Ну, в военной области все, и гвозди, и вольтметры. Да что же, не делать гвозди и вольтметры? Это же совершенно общего применения вещи. Поэтому тут... То есть не было возражений каких-то... Вот раньше, например, вы работали на ВПК. То есть вы не могли никому и слово сказать, тем более на встрече с иностранцем или кому-то из вашего коллектива заведом, значит, не будет там... Сейчас вот нет возражений каких-то... Нет, вы знаете что, дело в том, что вот как обстоит дело, что в техническом задании на нашей машине везде написано, что они, в общем, не содержат никакого секрета. То есть засекретить машину, это все равно, что засекретить русский язык, если ею должны пользоваться. Понимаете, вычислить на тебя, какая область. Вот делать машины малого применения совершенно бесперспективно. Нельзя. Ни для военных, ни для кого. Потому что если машина малого применения, у нее не будет матобеспечения. А машина без матобеспечения никому не нужна. Никто ее не купит. Потому что весь интеллект заключен в матобеспечении. Вы посмотрите, сколько... Матобеспечения, да, программы. То есть делать машину, которая широко не применяется, военным не нужно. Потому что в ней будет мало прикладных программ. Поэтому единственная альтернатива – широко применимые машины. Широко применимые машины засекретить невозможно. Я говорю, это все равно, что засекретить русский язык. То есть машины должны все пользоваться, потому что все должны писать матобеспечение. Поэтому это, в общем, только что финансировалось, так сказать, ВПК. А это очень широкое применение машины. Тут как раз наша беда, что мы были узко, и поэтому не имели хорошего матобеспечения. Хорошо, а такой вопрос. Вы сказали, что вот вы, как бы, ваш коллектер, что в нем ценного, так что это такой зародыш, из которого в дальнейшем должно вырасти рабочее дерево. А какая среда нужна? Вы знаете, что в каком-то смысле… Сейчас, сейчас. И какие, может быть, структурные направляемые, такие стратегические развития? То есть, допустим, что мы не ограничены финансовые средства. То есть, вот идеалы, что должно быть? Вы знаете, что, по-моему, самое главное, что должно быть в стране, это в стране экономика должна возродиться. То есть наши машины должны быть востребованы страной. Вот пока то, что мы делаем, ну, грубо говоря, не так уж очень нужно стране, потому что не до этого стране сейчас нужно избавиться от всяких таких экономических недугов. Ну, вот я, например, так вот скажу, что мы делаем машины для многих, ну, например, для авиастроения. Вот. Если мы обращаемся… Давайте. Давайте. Продолжение следует.